Всем доброго дня, друзья! Сегодня продолжаем разговор о восстановлении ходьбы после спинальной травмы, инсульта, спинобифида. Неважно, после какой причины в ногах сформировался паралич и отсутствует самостоятельное передвижение. Каким образом начинать, с чего начинать, какие упражнения помогут, на что обращать внимание. Первое и самое главное. Ходьба очень важна. Но если вы восстанавливаете ходьбу в ущерб здоровью внутренних органов, такой подход не катит. Такой подход не приведет к успеху. Второе. Теми методами, которые нам предлагают сегодня реабилитационные центры, восстановить вертикальную позу при стойком нарушении проводимости спинного мозга, при стойком выпадении функций нервной системы, невозможно. Что нам предлагает сегодня реабилитационная индустрия? Первое и самое важное, то, что можно продать, за что готовы платить, это роботизированные методы восстановления движений. В чем же они заключаются? Это когда аппарат посредством моторчиков двигает взад-вперед вашу ногу, руку и предлагает сопровождать эти движения, предлагает многократно их повторять. И наши отцы-основатели реабилитационной индустрии повторяют на совещаниях, что, о да, за этим будущее, эти методы войдут в будущее, при этом как-то стыдливо и немножко скромно отмечают, что до сегодняшнего дня не получено доказательных работ о том, что роботизированные методы, многократно повторенные движения восстановили хотя бы у кого самостоятельные шаги. Итак, повторяю для тех, кто еще способен воспринимать. На сегодняшний день нет ни одного строгого научного доказательства, что кому-либо помог локомат, ирига, экзоскелет, экзоатлет восстановить самостоятельное стояние и ходьбу. Таких доказательств нет. Почему же этих доказательств нет? Потому что эти методы не помогают. А почему они не помогают? А причин этому, основных две. Первая причина заключается в том, что эта аппаратура исходит из ложной посылки. Что многократное пассивное повторение движений способно сформировать движение активное. Нет такого механизма в человеке. Не заложен такой механизм. Вторая ложная посылка, точнее, второй ложный момент, который заложен во всю эту аппаратуру. Локомат, ирига, экзоскелет, экзоатлет не учитывают одной простейшей вещи. Что ходьба, восстановленная при наличии параплегии, при сохраняющемся параличе в ногах, будет совершенно другой. Она не будет физиологичной. Она не будет такой же, какой она была до травмы. Поэтому любые способы, направленные на восстановление точно такой же ходьбы, которая была до травмы, обречены на неудачу. И эта ситуация четко описывается в анекдоте, когда мужчина ищет ключи там, где светло, но не там, где он их потерял. Так вот, ключи там, где мы будем заниматься восстановлением ходьбы, учитывая тот факт, что ноги, как орган опоры, стали совершенно другим органом. Не тем и не таким, каким они были до травмы. И, собственно, то пошло. Ноги в ходьбе совершенно не главное. И мы об этом также рассуждали уже не раз на моем канале в YouTube, в Instagram, в Facebook. Я приводил вам в пример пациентов с полиомиелитом, которые ходят на полностью парализованных ногах, пользуясь тем, что у них полностью управляемый корсет. То есть мышцами активно управляемыми заполнено пространство между ребрами и тазом. И оказывается, что этот сегмент тела гораздо важнее для ходьбы, чем, собственно, ноги. Об этом и о многом другом мы поговорим в блоге Boosty Toury Hub. Пожалуйста, переходите по ссылке. В открытом доступе, совершенно свободно, будет лежать более подробное видео. Чем именно мы должны и можем воспользоваться при реабилитации пострадавших с параличами, чтобы восстановить самостоятельное стояние, вертикальную позу и ходьбу. Жду вас на канале Boosty Toury Hub. В открытом доступе будет лежать лекция о том, чем можно и нужно воспользоваться для восстановления вертикальной позы и ходьбы. Помимо этого, для подписчиков огромное количество материала, который вы можете найти, воспользовавшись тегами. И в том числе по преодолению контрактур, спастичности, по восстановлению вертикальной позы и ходьбы, баланса сидя, стоя и так далее и тому подобное. Материала очень много. Подписывайтесь, изучайте. Всем удачи. Пока. Субтитры подогнал «Симон»